Юля была его первым неформальным пресс-секретарем. Вела его в соцсети, когда Алексея задерживали. Занималась его имиджем, но никогда не перехватывала у мужа микрофон, пока не появилась в этом реальная необходимость. Впервые она вышла на сцену в 2013 году, когда начали давить на семью Навального в момент избирательной кампании на пост мэра Москвы. Семья – это сила каждого нормального человека, а тем более настоящего политика. В дальнейшем Юля без Леши появляется в самостоятельной роли в момент отравления мужа. Она практически с боем вывозит его из России, добившись разрешения у Путина. Мне нравится, что он делает, я поддерживаю, что он делает, я хочу, чтобы он делал это дальше. Но кремлевские тролли уже бросились разгонять тему отсутствия у Юлии Навальной политического опыта и даже как бы интереса к политике. Процитирую, «не всегда хотелось быть женой политика, а не самим политиком». Действительно, говорила она в интервью 2014 года, но в феврале 2024 года навсегда изменил их семейный расклад.